Пение и танцы, йога и туристические поездки. Всего 15 видов досуга сегодня предлагают жителям пожилого возраста по губернаторской программе «Активное долголетие». В Ленинском округе в ней принимают участие более полутора тысяч человек, большая часть которых проводят свое время именно в центре веры. Мы имеем удобное расположение и люди к нам привыкли, люди нас знают. У нас очень много хороших специалистов, очень востребована скандинавская ходьба. Вы, наверное, видели, по улицам города ходят красивые женщины, мужчины в брендированной одежде. Познакомиться с участницами программы в преддверии Дня пожилого человека решил глава муниципалитета. Уже при входе на территорию учреждения его встретили готовые к занятию активные видновчанки. И на йогу ходят, и на цигун ходят, и ко мне успевают с одного занятия на другой бежать. Программа губернатора реализуется уже два года. В Ленинском округе ее работу координирует Центр социального обслуживания «Вера». Кроме спорта, бабушки и дедушки любят творчество, мастерят своими руками интересные поделки и картины, а затем устраивают выставку. В одном из залов центра можно найти около ста работ, выполненных участниками активного долголетия. Здесь очень приятные, активные люди, которые со всей душой и сердцем относятся к этим занятиям. Благодарны всем, кто с нами занимается терпеливо, помогает нам в развитии. Тамара Юрьевна говорит о сотрудниках «Веры», людях чутких и умеющих пробудить в других интересах. Например, музыкант Николай Жидяев помогает хору «Верные подруги» подготовиться к выступлениям на большой сцене и вдохновляет их. Наш руководитель Николай, он хотя молодой, но он, вы знаете, такой человек. Он смотрит, он подбирает нам репертуар такой, который нам очень дорог. Популярностью пользуется и социальное такси, организованное центром. Благодаря ему пожилые жители муниципалитета и маломобильные граждане без проблем добираются до медицинских учреждений. Недавно «Вера» приобрела новую машину. В ней и удобный подъемник, и кондиционер. А значит, поездки станут более комфортными. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. Продолжение следует...